Приветствуем, друзья, в саморе-клубе портала обучения и саморазвития. Если вы помните, в прошлый раз мы начали достаточно мистическую, но и вместе с тем практически для каждого актуальную тему. Мы уже кратко рассказали обо всех основных случаях, когда, как и почему может возникать ощущение, что близкие и не так давно умершие люди пытаются связаться с живыми родственниками. Ну а главное, для чего это вообще нужно и как лучше поступать в таких случаях. В целом, для большинства людей информация из предыдущей части действительно закрыла большинство вопросов, связанных с подобными явлениями. Но, к сожалению, не все, ведь мы не успели рассказать о самых тяжелых и неприятных случаях, которые, кстати, и сопровождаются самыми откровенно мистическими явлениями. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как пережить самую тяжелую утрату близкого человека, к которому мы так сильно привязаны, что уже и не всегда хочется жить после его ухода. Что делать и как реально помочь себе и своим близким в случае такой тяжелой ситуации? Итак, под нашим прошлым видео одна из зрительниц написала такое сообщение, которое, впрочем, напоминает и сотни похожих других, поэтому мы его озвучим и прокомментируем. Комментируем. Вопрос такой. Светлана Лемаренко пишет «От вашего видео мне, если честно, не легче. Вот уже три года нет со мной мужа, а отпустить до конца не могу. Да, я уже не плачу, если только изредка всплакну. Но вот тоска по нему не проходит. Что с этим делать? Легко говорить, но как не тосковать и не скучать, если постоянно мысленно возвращаешься в прошлое? Это очень трудно. Да, продолжаешь жить, и фаза острого горя прошла. Ты учишься жить по-новому, но нет-нет, а вдруг тоска накатывает по любимому человеку. И эта мысль, что никогда в этом земном мире мы уже не встретимся, убивает. Остается только надеяться на встречу в вечности. И, кстати, действительно, после смерти мужа, где-то недели через две, еще до сорокового дня, у меня был странный случай». Далее идет пересказ случая, и заканчивается комментарий так. «После этого я поверила, что его душа какое-то время со мной стала ходить в церковь. Сон приснился с ним очень реалистичный, через полтора года после его смерти. Но это уже другая история. Сильно много всего не напишешь». Итак, давайте разберем на примере этого случая детальнее. И обсудим, что и почему отвечают в десятках подобных ситуаций психологи или эксперты по подобным явлениям. А также, конечно, и ответы от редакторов на ваши комментарии в портале обучения и саморазвития. Как избавиться от страданий после смерти близкого родственника? «Да, действительно, вы правы. Практически все люди будут очень переживать после смерти близкого родственника, особенно если и этот человек был очень хорошим, и тем более, если оставил этот мир неожиданно в силу какой-то скоротичной болезни, аварии или подобного несчастного случая. Да, чувствовать горе после ухода любимого нормально, и даже, наверное, хорошо. Мы действительно привязываемся к нашим родным, так как мы их искренне любим, особенно если эти люди нам во многом помогают и радуют нас при жизни. Правда, нередко мы забываем и про нашу личную ответственность перед ними. Поэтому давайте попробуем немного отстраниться от вашего конкретного горя, особенно если оно произошло недавно, и просто немного обсудим психологическую сторону этой проблемы. Предположим, например, что у вас чем-то сильно заболел ребенок, и необходимо поехать с ним в больницу и там за ним присматривать. При этом, естественно, находясь рядом с ним, вы будете вынуждены постоянно наблюдать, как ваш ребенок мучается от боли и как ему плохо. По сути, находясь рядом с больным ребенком, у вас есть всего два варианта возможного поведения. Это либо раскиснуть и впасть в депрессию от того, что у вас горе, у вас же заболел ребенок, поэтому ваше настроение и депрессию можно понять и оправдать. Либо второй вариант – это вспомнить о вашей ответственности за ребенка и постараться всеми силами хоть частично отодвинуть свои личные переживания и родительскую боль, подумав о том, какое ваше поведение в первую очередь будет лучше для здоровья и благополучия ребенка. Как поступит мудрая мать, если ребенок заболеет? Это очевидно для практически любой матери, что лучше всего всеми силами постараться искусственно делать вид, что все хорошо, что болезнь на самом деле у него не такая сильная, сказать, что все пройдет и тому подобное. Это работает как эффект плацебо. Ребенок, когда увидит, что вокруг него нет страдающих и убивающихся людей, скорее всего у него улучшится и настроение, и появится вера в себя. А главное, из-за этого, как уже доказано учеными, улучшится и иммунитет, и он, скорее всего, выздоровеет намного быстрее. Если же ребенок постоянно видит перед собой полностью отчаявшихся родителей, находящихся в истерике, он, скорее всего, также будет очень подавлен, а возможно еще и подсознательно воспримет все это на свой счет, ведь он, по сути, во всем виноват. Именно он – та проблема, из-за которой плачут и убиваются от горя его родители. Поэтому каждая мудрая мать знает, что по возможности должна поддерживать эмоциональный фон и настроение ребенка на здоровом уровне. Даже если ей самой эмоционально хочется выпрыгнуть в это время в окно, чтобы скорее про все забыть, так как больше нет никаких нервов и сил. Кто такие настоящие близкие друзья? Можно сказать, что мать, у которой хватает силы дарить ребенку надежду в любой ситуации – это настоящая героиня, а вот постоянно плачущая мать, находящаяся в депрессии – это, возможно, худшее проклятие и очень незавидная ситуация для реально больного малыша. Вы же, надеюсь, это и сами понимаете. Даже настоящий друг и то не должен раскисать и плакать с вами вместе, услышав о вашей проблеме. По-настоящему хороший друг, наоборот, немного отстранится от вашей беды, чтобы не раскисать сам и скажет, что все нормально, держись мы с тобой и не через такое проходили вместе, и ты знаешь, что я всегда тебя поддержу, так что скоро все наладится. Поэтому да, именно так. От близких и друзей в самой неприятной и плохой ситуации нам нужна именно активная, а не пассивная поддержка. Конечно же, намного проще поплакать вместе, чем реально поддержать, ведь чтобы поддерживать, нужны реальные силы и энергия, а не просто дырка в груди вместо сердца. Количество полезной информации, секунду, ставь лайк, подписку и колокольчик, и поехали дальше! Почему усопших вспоминают только хорошими словами? По сути, у больного и тем более умершего человека всегда есть некий недостаток энергии. Он же не по своей воле и прихоти нуждается в помощи и энергии родственников. Именно поэтому практически все религии Земли и рекомендуют молиться Богу от его имени, поминать всей семьей ушедшего исключительно добрыми словами, подавать милостыню и тому подобное. По сути, если все, что говорят эзотерики и религии, не сказки, то примерно так же, как и с больными, следует взаимодействовать с душами умерших. Ну и, конечно же, тоска может и должна попытаться прийти в ваш дом и начать стучаться в ваше сердце, если вы хороните любимого, близкого человека. Но и матери всегда будет не менее жалко своего больного ребенка, причем иногда жалко до реальной боли в груди, а может и до желания продать душу дьяволу, чтобы хоть как-то отдать свою жизнь ради него. Только, наверное, психически нездоровая мать будет искренне улыбаться и радоваться, когда ее ребенок реально заболел. Но хорошая мать действительно должна улыбаться и играть как со здоровым ребенком, а не вести себя так, как будто он уже умер. Поэтому, чтобы помочь родственникам, которые от вас зависят, нам действительно всегда надо стараться от тоску, заменить на благодарность и любовь, а также подобные позитивные эмоции и чувства. Поблагодарите этого человека, что был с вами так долго, и Вселенную за то, что дала такую возможность. Более того, старайтесь и Бога искренне поблагодарить за то, что все так вышло, ведь это точно все во благо и вашему личному развитию и душе ушедшего близкого вам человека. Да, иногда в это сложно поверить, особенно тогда, когда нам больно, но по факту нам бывают необходимые испытания и некоторые страдания, чтобы осознать важные моменты, которые подтолкнут нас к дальнейшему саморазвитию. Да, и реальность этой планеты такова, что рано или поздно мы все умрем. Но спросите у себя честно, когда вы умрете, хотелось бы вам того, чтобы ваши дети убивались от горя и плакали по вам еще несколько десятков лет после вашей смерти? Это кажется, что проблема надумана, но если почитать многие десятки комментариев под нашими видео, вы четко увидите, что многие дети чуть ли не перестают жить, когда умирают их родители. При этом из-за тяжелой депрессии они чаще всего еще и теряют свою работу, жилье, спиваются и тому подобное. И уж тем более не секрет, что многие родители полностью расклеиваются, когда у них умирают молодые дети, которые были их надеждой и основным смыслом жизни. Такие мужья или жены нередко прекращают прежнюю нормальную жизнь после смерти своей второй половинки? Или вы реально думаете, что это редкость, чтобы кто-то страдал так же сильно, как и вы? Уверяю, что куда более тяжелых случаев тысячи, если не десятки тысяч. Когда вы страдаете, вы думаете о других или только о себе? И это, кстати, еще очень хорошо, если от вашей депрессии, алкоголизма или подобного будете страдать только вы. Но действительно, если отдельно живущий человек решил сознательно уйти из этой жизни, он сам себя вгоняет в депрессию и сам себе причиняет страдания, то это только его проблема. Возможно, это его личный выбор и еще это полбеды. Но в реальности так бывает очень редко. В современном социуме отдельно и сами по себе люди практически не живут. У многих есть дети, старенькие родители, зависящие от них, друзья и другие родственники. И, конечно, все эти люди так или иначе будут страдать от вашего плохого настроения и депрессии, а тем более от алкоголизма, потери вами работы и прочих проблем, которые так часто сопровождают людей, находящихся в подавленном состоянии. И вот таким нехитрым образом из-за одного, пусть даже самого хорошего человека, начинает потихоньку разваливаться вся большая семейная линия. Или, по-вашему, чем лучше был человек при жизни, тем после него больше должно остаться скорби, слез и растоптанных надежд и судеб, алкоголя и разрушения. Нет, конечно, нет, конечно. После ухода самых светлых людей, в памяти о них должно оставаться как можно больше светлых воспоминаний, добрых слов и хороших дел. Надеюсь, вы это и сами понимаете. Поэтому виноват в итоге будет не ушедший, а именно тот человек, который своими страданиями и немудрыми поступками будет портить жизни других людей, оставшихся жить на этой земле. Такие скорбящие и убивающиеся годами люди реально могут стать причиной родового проклятия, разрушающего его семью, будущие семьи и судьбы ваших детей. Но и самое плохое даже не в этом, ведь мы еще пока даже не дошли до возможных проблем из мира эзотерики. Но как, по-вашему, будет чувствовать себя душа вашего родственника, или как бы вы сами себя чувствовали, если бы узнали, что из-за вашей гибели постепенно ухудшились, а то и вообще были разрушены жизни и судьбы ваших родственников. Конечно же, это все может негативно повлиять и на последующий путь души, так как вместо того, чтобы поддержать душу хорошими поступками, молитвами и словами, чтобы дать ей побольше энергии, некоторые люди, наоборот, постоянно плачут и причитают, постепенно высасывая из нее даже ту энергию, которая была. И пусть все это, разумеется, научно не доказано, что касается страданий души, как и само ее существование. Но по факту, как мы видим, от подобных тяжелых страданий, после ухода близких, скорее всего, будете сильно страдать и вы, и все ваши родственники, да и сама душа умершего. Вот такой нехитрый, но максимально рациональный вывод от Самри Клуба и редакторов портала обучения и саморазвития мы можем сделать на сегодня, изучив огромное количество материалов по этому поводу. Да, конечно, страдать от привязанности к близким свойственно человеку, но если вы не сможете вовремя взять себя в руки, то ваша слабость, скорее всего, привлечет за собой целую череду еще более худших бед и страданий, причем как ваших, так и близких вам людей. Поэтому отчаяния и страданий после смерти близких надо стараться избегать всеми силами, как будто перед вами все еще стоит близкий человек и ваш долг и обязанность его поддержать всеми силами и всей своей позитивной энергией, которая у вас еще осталась. Не бросайте своих близких в беде, даже если вам кажется, что это вы в беде, а не они. Помните, им, скорее всего, помощь куда более нужна, чем вам. Так что наш совет, особенно первое время для того, чтобы меньше страдать, сосредоточьтесь именно на помощи другим людям, а не на своих личных проблемах. Тогда вы очень быстро заметите, что через пару месяцев от страданий не останется и следа, а только благодарность в душе от ваших близких. Вообще, многие экстрасенсы и эзотерики даже утверждают, что чем хуже у нас ощущение после смерти близкого, тем ему больше нужна наша помощь, так как в более худшем положении находится его душа в данный момент. И ваша личная боль – это и есть частичное отражение его личного состояния и просьба вас о помощи. Так что, чем вам морально хуже, тем на самом деле вы, наоборот, должны начать делать больше хороших дел, заботиться об оставшихся близких, кормить бездомных людей и животных, и вообще всячески привносить теплоту, доброту и свет в этот мир, причем как ради себя, так и в память о человеке, покинувшем этот мир. Тогда вы не заметите, что через пару недель или максимум пару месяцев вы с утра поймете, что находитесь в теплом, светлом и доброжелательном вам мире. Ваша связь и некие привязки к другим людям и мирам прервутся, а ваша душа больше не будет беспокоиться и рваться на части. Собственно, именно такую линию поведения мы вам как портал саморазвития советуем. Причем именно такие действия будут максимально мудрыми и рациональными, даже если никаких загробных миров, души и всего прочего мистического вообще не существует, вы же ничего не теряете. Тогда вы просто сделаете много доброго и светлого в этом мире вместо своих же собственных страданий и слез. А вот если все это все-таки есть, то вы еще и очень здорово поможете душе своего близкого человека, да и своей. Так что будьте счастливы. Отпускайте со свободной совестью и радостной душой своих близких, и тогда обязательно и дальше увидите с ними в высших, куда более счастливых мирах, если такие вообще существуют. В любом случае, применяя эти советы и техники любви, доброты и прощения, вы скоро станете самым счастливым и радостным человеком, готовым продолжать развиваться в этой жизни, чего мы вам, собственно, и желаем. Ну а на этом еще не конец. Большая просьба именно к тебе лично не забудь подписаться на наш саммари-клуб экспресс-обучение и саморазвитие, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее. А главное, экономить сотни и даже тысячи часов и долларов на образовании вместе с нами и нашими экспертами. Также не стесняйся, пиши свое мнение и вопросы по теме, давай обсудим их со зрителями и профессионалами, ведь мы читаем все комментарии. Поддерживай нас и развивайся вместе с нами, ну и, конечно, заходи на наш официальный сайт в портал обучения и саморазвития, где можно найти многие материалы и в печатном виде. Ну а сейчас отправляйся заниматься полезными делами в реальной жизни или переходи к просмотру других видеоканалов и по ссылкам в описании. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok